С устоем, советская опытная стоимом самоходная артиллерийская установка, серийно не производилась история создания. Первоначально на Харьковском заводе номер 75 под индексом Объект 416 разрабатывался принципиально новый танк, который должен был иметь максимальную защиту при минимальной массе. Технический проект танка Объект 416 был закончен в 1950 году. В 1951 году был изготовлен опытный образец. После проведения предварительных испытаний был выявлен ряд дефектов из которых были такие, как ненадежность приводов управления и вращающихся контактных устройств и многие другие. Из-за слишком низкой высоты боевого отделения сильно затруднялась работа экипажа. Из-за сложности одновременного управления движением и ведением огня работы в направлении создания танка были прекращены, а сам Объект 416. Был переквалифицирован в самоходную артиллерийскую установку и получил обозначение СУСТОМ. В 1952 году САУ СУСТОМ прошла государственное испытание, но на вооружение принято не было. Причиной стало то, что по многим параметрам СУСТОМ соответствовала СУСТОП, а по некоторым была хуже. Поэтому разворачивание серийного производства было нецелесообразно. Описание конструкции броневой корпуса башни. Самоходная артиллерийская установка СУСТОМ имела сварной корпус из броневых листов и литую поворотную башню. В поворотной башне был размещен экипаж и орудие М-63. МТО размещалось в передней части корпуса. Вооружение пушка М-63 было разработано в СКБ на Матвелихинском заводе Г.Перми. В качестве базовой конструкции была взята танковая пушка Д-10Т. Пушка была снабжена клеиновым затвором. Для стабилизации устойчивости орудия при стрельбе на пушку был установлен дульный тормоз и снижена линия огня. Для снижения загазованности боевого отделения и повышения скорострельности на пушку был установлен эжектор. Сохранившиеся экземпляры. В настоящее время сохранившийся экземпляр находится в танковом музее в городе Кубинка.